Добрый вечер всем, я Шурой Ферузникматовна. Сегодня у меня проходило очередное судебное заседание по административному иску к начальнику Тверского района ОМВД Пахомову Павлу ПП Одним Словом. Значит, судья молитвенно. В очередной раз судья молитвенно. Иск я подала 18 апреля по факту фиктивной регистрации начальником ОМВД Тверского района Пахомовы. В мой паспорт была ввесена заведомо недостоверная информация по адресу, по которому я не подавала заявление о регистрации по месту жительства. И, соответственно, требую от судей молитвенность 18 апреля по настоящее время запросить основные документы. Это распоряжение правительства Москвы 534 РП от 23 сентября 2014 года и распоряжение правительства Москвы 661 РП от 18 ноября 2014 года, на основании которых моей семье была предоставлена трёхкомнатная квартира и, соответственно, куда я просила прописать мою семью. Но Пахомов почему-то посчитал и на своё усмотрение зарегистрировал туда, куда ему понравилось. Соответственно, я подала иск. Но судья молитвенно полгода уже не знает, что делать. Ни один запрос не подала. Я также её просила запросить учётное дело. Указала номер учётного дела. На что судья мне ответила, что те сведения с департамента городского имущества о обеспечении моей семьи социальным жильём, они намного шире, чем те документы, которые непосредственно я запрашиваю. Соответственно, я в своих жалобах отметила, что может быть шире, согласно законодательству, чем учётное дело, на основании которого моя семья была признана малоимущей и была предоставлена трёхкомнатная квартира. И почему в форме 6, в заявлении по форме 6 на регистрацию по месту жительства я подавала заявление по государственной услуге, я указывала конкретные документы, договор социального найма 23 сентября. Это распоряжение правительства Москвы. Значит, судьёй были ходатайства отклонены по истребованию данных документов, так как данные документы не имеют отношения к делу. На каком основании? Если в заявлении по форме 6 были указаны документы и их конкретные реквизиты, и почему судья их не считает основными. Более того, сегодня она отказалась принимать у меня ходатайство в ходе судебного заседания под предлогом, что якобы из ОМВД Тверского района по электронной почте поступил документ, а именно выписка, моё заявление, о выписке из домовой книги. Вот такая вот вещь по электронной почте сегодня поступила в Тверской суд за подписью, сейчас я скажу, за подписью в Рио начальника ОМВД России по Тверскому району города Москвы майор полиции Головинец. Какое отношение Головинец имеет к моему делу? У меня иск Пахомова, а не Головинец. И на каком основании судья не приняла у меня сегодня ни одно ходатайство и отложила, якобы, что все ходатайство она примет в следующем судебном заседании. Какое отношение выписка из домовой книги имеет к регистрации, которую осуществил фиктивного Пахома? Вот, соответственно, вот так вот у нас разбираются дела. Мой паспорт находится до сих пор в МФЦ Тверского района. С сентября 2016 года. Прошло более года. Судья, соответственно, затягивает процесс. Я считаю, что она это делает умышленно. Так же, как и Пахома. Что они еще могут прислать? Только вот это вот по электронной почте за 6 месяцев. Документы основные. Это договор социального найма 23 сентября. Распоряжение правительства Москвы не запрошено. Так же я просила судью вынести решение. Настаиваю сегодня, чтобы она все-таки вынесла решение. Вот, так же я просила запросить решение правительства Москвы 23 сентября для возбуждения и для направления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Так как в один день персональные данные мои и моей семьи использовались в двух разных документах о предоставлении жилой почте. Это в распоряжении правительства Москвы и в решении правительства Москвы 23 сентября. Так что, если у тебя карман пуст, извинись за выражение, твое дело будет очень долго рассматривать. А некоторые можно и очень все быстро рассматривать. Из всяких доказательств. Я считаю, что судьей молитвенной нарушено мое конституционное право на защиту, так как ею не истребован ни один документ основной и, соответственно, затягивает умышленно, чтобы не принимать никаких мер в отношении лиц, чтобы лица, которые виновны, не понесли никакой ответственности. Я считаю, это безобразие. Все. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.